Мастерские на Московской. Так называется новый проект для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. На улице Московская на базе реабилитационного центра для несовершеннолетних открыто отделение для молодых инвалидов. Здесь они могут общаться друг с другом и заниматься творчеством. Возраст посетителей центра от 18 до 30 лет. Идея развития заложена в самой концепции центра. Он представляет собой совокупность различных студий, мастерских, которые дают возможность ребятам с ограниченными возможностями здоровья раскрыться полноценно, обнаружить в себе какие-то задатки. На базе учреждений развернулись шесть студий для прикладного творчества и социальной адаптации особенной молодежи. Ребята смогут овладеть швейным мастерством, столярным и гончарным делом, освоить азы искусства флористики. Для души и тела здесь есть кабинет психологической поддержки, а также физкультурно-оздоровительный зал. Ирина Сидорова, руководитель студии флористики, рассказывает подопечным, что цветочные композиции можно составлять не только из живых растений. Кожура от апельсина с помощью ножа, зубочистки и смекалки в ее руках превращается в аккуратную розу. Идет ребенок или там взрослый в гости. С пустыми руками не пойдешь, а с цветами, с цветами из апельсинов это будет, по-моему, очень даже необычно. Кроме букетов мы, конечно, составляем тут и панно, мы составляем коллажи, мы составляем различные композиции. Кристина занимается в центре уже месяц. За это время она успела слепить из глины замечательные поделки. Сегодня девушка открывает для себя новый вид прикладного творчества. Сейчас занимаемся флористикой, делали розочки из апельсина, из кожуры апельсина. Получается очень красиво и пахнет прям так замечательно. Молодые люди, которым интересна работа с тканью, могут попробовать свои силы в швейной студии. Опытные специалисты подскажут, как пользоваться швейной машинкой и правильно делать стежки. В планах создание сувенирной продукции, мягких игрушек и кукол, которые можно будет продавать. Благодаря объединению усилий бизнеса и власти удалось собрать более 3 миллионов рублей на ремонт помещений и закупку оборудования. Руководитель губернаторского фонда целевых программ Галина Конькова отметила, что подобные проекты реализуются благодаря социально ответственному региональному предпринимательству. Посещение центра бесплатное. На сегодняшний день здесь занимаются больше 80 молодых людей с ограниченными возможностями. Присоединиться к дружному коллективу можно, придя в центр и заполнив заявление. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Присоединиться к дружному коллективу.